Госпожа Стеркул, вы придерживаетесь этого мнения? И вообще, как вам кажется, может ли к переговорному процессу вместо России, допустим, быть подключены другие стороны? Ну, мне вообще кажется, что все то, что говорил уважаемый господин Бацан, имеет свое рациональное зерно. Но мы забываем о том, что в Европейском Союзе тоже есть свои правила, в том числе и касательно спорных разделенных территорий. И если я не ошибаюсь, как мне кажется, спорные территории не входят в Европейский Союз. То есть идет разделенность. И были такие прецеденты. Поэтому мне кажется, что здесь нужно просматривать с двухсторонней точки зрения. А вообще, если это действительно так, то в принципе я не исключаю того, что вполне возможен тот вариант, что, в общем-то, Республика Молдова может войти в Европейский Союз без Приднестровского региона, Украина, без оккупированных России территорий, а Грузия без Южной Осетии и Абхазии. Потому что все-таки это спорные разделенные территории. Поэтому здесь я уж не знаю. Мне кажется, тут вопрос такой четкой, более юридической проработки международники, кто в юреспонденции и с точки зрения Республики Молдова, и с точки зрения Европейского Союза. Сложный вопрос. Да, многое решает то, как будет в будущем разрешена ситуация в Украине. Но и опять же, да, невзирая на эти результаты, есть все-таки внутренние процедуры внутри ЕС. Мне кажется, что мы должны это тоже учитывать. Здесь что превалирует? Решение о расширении или внутренние процедуры? Я не знаю, что будет нас превалировать. И я не знаю, какой будет вердикт властей в этом плане. Спасибо.